Приветствую, братья и сестры, всех любовью Господа Иисуса Христа. Я очень люблю Слово Божье, люблю проповедовать, беседовать, люблю о нем рассуждать. И для нашей молитвы хочу предложить один текст, и потом мы помолимся. 18 глава Евангелия Луки с 1 стиха. 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 к этим дверям идет, опять то же самое слышит, но у меня есть, друзья, вопросы. Вы не заметили, что здесь тема разноплановая? Первое, что мы прочитали в первом стихе, сказал им притчу, что должно всегда молиться и не унывать. Я думаю, это очень хорошие слова. У них столько, знаете, такого, как сегодня говорят, позитива, столько оптимизма, столько такой радости, столько уверенности. Вот если бы я эту тему вам открыл, я бы сказал, должно всегда молиться и не унывать. Ну, наверное, я бы приготовил много всяких примеров, и вы бы назидались. Вот молитва, или, вернее, нужда, потом молитва, ответ. Нужда, молитва, ответ. Нужда, молитва, ответ. Как бы в этом ключе мы хотим, чтобы такая мысль продолжалась. Вот из первого стиха вроде такая мысль стекает, или такая тема. Вот как бы об этом надо говорить? И мы улавливаем. На самом деле мы имеем прекрасного любящего отца, который имеет о нас заботу, при этом он всемогущий Бог, всесильный, всезнающий, человек любивый, он знает наши слабости, он готов идти навстречу нашим просьбам. А потом мы читаем притчу. Сказал же им притчу? Я уже коротко ее объяснил. А потом еще один, как бы еще одна тема. Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит? И мы невольно думаем, Господи, зачем ты вот эту мысль вводишь в притчу? Вот ты так бы продолжал. Помолились? Получили. Захотели? Помолились? Получили. Понуждались? Помолились? Получили. А вот почему-то медлит, медлит, медлит. И невольно мы свой опыт начинаем вспоминать. Я вот уже 20 лет молюсь, кто-то 30 лет молится. Кто-то молится за неверующего мужа, а он почему-то и не думает к Богу обращаться. Кто-то за детей молится, кто-то за какую-то ситуацию молится, кто-то о бедности своей молится. Вот. И мы начинаем думать, Господи, как понимать? Вот. Где нам совместить все эти проблемы? Я хочу, братья и сестры, как бы в наше рассуждение ввести одно интересное правило. Если мы его запомним, то это будет очень хорошо. Тогда, когда мы просим, чтобы Бог изменил ситуацию, или, вернее, когда мы молимся о ситуации, о нашей нужде, то практически всегда мы просим, чтобы Бог ее изменил. То есть, если нет денег, дай денег. Если нет здоровья, дай здоровье. Но вот когда Бог медлит, у Него есть другая цель. Он в этом изменяет меня самого. То есть, не то, что меня окружает, я как бы в этом нуждаюсь. Бог изменяет меня самого. Вот это надо запомнить, друзья. Почему у Бога есть такой принцип, или его изволение, что он медлит. Медлит. Я скажу, это состояние тягостное. Тягостное. Но, тем не менее, у Бога есть смысл в этом. Мне бы хотелось для этого напомнить некоторые яркие примеры. Мы хорошо с вами знаем героев веры. Если посмотрите, у них всегда был этот процесс. Ну, например, Аврааму было обещано, что у него будет потомство, как звезд на небе. А он обращается к Богу и говорит, у меня даже сына нет. Если я умру, мое имение достанется моему там домоправителю. У меня детей вообще нет. Мне некому это передать. И вот год за годом проходит. Он знает, что Бог ему обещал. Он живет этой верой. Он всерьез этому верит. А детей нет. И вот уже его красавица, жена, начинает стареть. Она говорит, детей у нас уже не ожидается. И в Писании не раз как бы и упрек такой, что он за своим духом не смотрел. Понимаете, он ложился и вставал с одной мысли. Ну, что мне делать? Почему нету ребеночка? Почему некому? Кто будет носителем этого обетования? Для верующего человека это было очень сильное томление. Очень сильное томление. Вот это все длилось год за годом. Сто лет, когда он родил сына Исаака. Сто лет ему было. Саре было 90 лет. Представьте себе, друзья, целая жизнь проходит в этом томительном ожидании. И ему даже как бы упрек звучит у Малахии, что ты не следил. И было время, когда Сара не выдержала вот такой моральной пытки. Она говорит, ну пусть вот моя служанка станет твоей женой. Видно, в практике народов были такие случаи. Она родит на мои колена, мы его будем считать своим сыном. Тебе легче будет, вот уже сын будет. И оно, в общем-то, так и получилось. На 14 лет раньше родился Измаил, который потом стал лидером или родоначальником всех мусульман, всех этих арабских народов. И не случайно потом эта вражда, вот это противостояние перешло на многие века. Она и сегодня продолжается. Но я хочу, братья и сестры, вот как-то на это внимание обратить. Ему надо было ждать. Ему надо было ждать. Бог медлил, но ему надо было ждать. А вот процесс постройки ковчега. Больше ста лет Ной строил ковчег. Он получил указания, получил обетование. А Бог ему открыл будущность вот того времени, в котором он жил. Что все будет покрыто водою. Были даны ему такие вот строительные чертежи. И написано, благоговея он начал строить. Братья, сколько надо терпения. Один служитель размышлял, Ведь мы же практичные люди. Вот нужны бревна. 5,50 допустим. Привезли 6-метровые. Ну а зачем отрезать? Вот эти кулачки останутся. Куда их девать? А давайте вот 6-метровые туда, в стройку. Или наоборот, надо отрезать. А зачем? Жалко отрезать. Давайте вот это сделаем. И человек, особенно мужчина, они по натуре своей мышления, оно рационализаторское. И мы обязательно бы там все перестроили. Мы бы сделали другие перегородки. Но зачем нам ограничиваться одним окном, которое наверху было? Можно сделать по бокам. Вы знаете, насколько интересней плавание будет, если вот как-то оно так будет проходить. Вот. И много-много было бы поправок. Но вот оно и сказано, он благоговея. Вот как ему было указано, все размеры, он их точно-точно соблюдал. И потом, когда эта огромная посудина, она оказалась на волнах, она выдержала все водовороты, все штормы, все пороги, потому что ведь территория земли-то ведь негладкая. Сколько приходилось плавать. Все выдержано, друзья. И это тоже было медленно. Это было очень медленно, друзья. Хотя самое интересное, проблема, или вернее, чудо не в том, что слоны пошли в этот ковчег, что всякие звери туда пошли. Самое было удивительное, что его дети за семь дней, то есть хорошей погодой было, солнышко на небе, народ живет такой полноценной жизнью, там они женились, замуж выходили, ели, пили, строили. А он говорит, детки, я получил указание от Бога, надо нам всем в ковчег зайти. Ну ладно бы, если уже дождь пошел, ладно бы, если они по лужам шли, как бы так вот. Нет, ничего этого не было. И вот они послушались отца, они все вошли в ковчег, семь дней сидели, уже закрыты, Бог закрыл за ними дверь. Вот они еще семь дней сидели, а потом только открылось, и пошло то, о чем Бог сказал. Таких случаев, друзья, много. Можно вспомнить Иакова. Все было хорошо, пока не исчез Иосиф. Вот ему одежду принесли, там даже и не надо было вопроса задавать. Не сына ли твоего одежда? Да, конечно, сына. Вот она разноцветная, прекрасная одежда, дорогостоящая. Вот она вся в крови. Нет, это вот растерзал зверь моего сына. Братья и сестры, 22 года. Он ни жертву не приносил, он потерял общение с Богом, фактически. Он не молился, если по-нашему сказать. Он находился в глубочайшей депрессии. Жизнь потеряла смысл. Если нету Иосифа, он видел своих сыновей, он понимал, что никто из них не пойдет вот таким носителем обетования. Вот Иосиф это да, а его нет. И что интересно, объективно Иосиф был жив. Он в это время уже там прошел и всякого рода искушения, прошел тюрьму. Он уже на престоле рядом с фараоном. А отец остается в депрессии, вот в этом унынии. Друзья, вот какие процессы бывают у верующих людей. Ну, можно еще вспомнить, друзья, других героев. Можно Новый Завет вспомнить. Ну, очень яркий пример. Это брат Лазарь, две сестры, Мария, Марфа. А он заболел, он умирает. И они знают, если бы Иисус Христос будет здесь, то болезнь отступит. А его нету. Ну да, он на служении, он проповедует, послали к нему. И вы заметьте, как они говорят, тот, которого ты любишь. То есть, понимаете, они его в такую зависимость ставят. Если любишь, поспеши. А вот если не поспешишь, вот твоя любовь будет проверяться. Вот люди умеют так к Богу обращаться. И вот Иисус Христос не спешит. Знает ли он, что происходит? Безусловно, знает. Хочет ли он своим сердцем быть там, среди любимых друзей? Есть ли у него желание помочь? Безусловно, есть. Безусловно, есть. Но почему ты медлишь? Почему ты не идешь? Почему ты вот медлишь? Друзья мои, и мы с вами хорошо знаем, что и у этого замедленного действия тоже был смысл. Ему надо было медлить. Я хочу еще раз повторить, друзья, эту мысль. Должно всегда молиться и не унывать. Первая мысль. Почему она звучит верующим людям? Потому что, к сожалению, мы вместо того, чтобы не унывать, мы унываем. Вместо того, чтобы молиться, мы унываем. Нам почему-то проще сползать вниз, вот по этой наклонной плоскости, вместо того, чтобы помолиться. Проверьте свою жизнь, друзья. Любая информация достигает душей неприятная. И надо бы первым делом помолиться. Первым делом помолиться. Это очень хорошая практика. Первым делом помолиться. Нет. Сразу уныние сердце охватывает. Сразу какая-то, вот знаете, обида на Господа. Почему ты это допустил? И потом мы удивляемся. Надо же, а ведь ничего этого не было. Должно всегда молиться. Друзья, вы заметите, что нам, детям Божьим, как великий подарок, Иисус Христос подарил молитву. И мы с вами говорим, Отче наш. Вы заметите, как Бог открыл свое сердце людям простым. Отче наш. Мы можем и через эту молитву входить в прямое отношение с Господом. И Господь знает, что мы не спешим молиться. Но мы охотнее лучше в уны не будем впадать. Я хочу, братья и сестры, еще о чем сказать. Вот когда мы видим процесс медления, не забывайте об этом тексте. Дело еще в том, что еще в истории человечества еще был один процесс. Он был самый болезненный. Это процесс глумления над Божьим Сыном, над Сыном Человеческим. Я как-то читал заметки физиолога, врача, который с позиции врача описывает процесс казни. Вы знаете, меня эта информация потрясла. Я с детства читал о том, что Христос на кресте висел, как его распяли, как прибили гвоздями руки, ноги. Как бы все это знакомо, друзья, и детям мы рассказываем, и в церкви проповедуем. Но когда немножко поподробней, немножко поближе, там столько потрясающих подробностей. Он на кресте висел больше, вернее, немножко меньше 6 часов. 6 часов. Это вот его посадили на бревно, положили на спину, руки вот так вот развели. Наверное, привязали, скорее всего, потому что он должен был держаться там. Пробили руки. Я раньше думал, что это ладони. И все художники рисуют ладони пробитые. Но врач говорит, ладонь не выдержит. Вес тела 80 килограмм не выдержит. Эти мышцы, они не выдержат. Значит, пробивалось вот в этом месте, между локтевой и лочевой костью. И вот человек в таком беспомощном состоянии висит. Вот подымается столб. Ноги тоже прибивают. Я думал, ну, может быть, это чтобы мучение, как бы его увеличить. Оказывается, тоже нет. Это гуманность человека. Ему надо, чтобы он как можно дольше висел на кресте. Чтобы процесс был долгий. И попутно я хочу заметить, друзья, я несколько раз об этом повторю, что для нашего искупления нужна была смерть Божьего Сына. Его смерть искупает мой грех. Вокупает. И люди умеют смерть причинять. Целая наука существует. Или расстрел, или повешение. Ну, по-современному на кресло могут, на стул посадить электрический, могут инъекцию везти. Вот в Америке, там, в некоторых штатах, когда сажают на это кресло, то они говорят, вот, не больше там полминуты он должен мучиться, вот, дают высокий ток, и человек должен умереть. А вот там что-то не сработало, и он долго мучился. И вот это кресло убирают, ставьте новое. Понимаете, мы гуманные люди. Вот убить мы можем, а вот страданий не надо таких допускать. Друзья мои, ну, в этой казни такой цели не было. Тут была цель растянуть эту боль, растянуть. И вот человек уже висит, страшное мучение, и смысл его жизни, друзья, заключался в чем? Ему надо было вот на этих избитых ногах подтягиваться вверх. Ему легко было сделать вдох. Он заполнял воздух кислородом свои легкие. Но дело в том, что ему чрезвычайно трудно было выдохнуть. И вот на избитых ногах он поднимался вверх и делал выдох. Опять проваливался, делал вдох, поднимался на ногах, делал выдох. Братья и сестры, вот немножко войдите в это состояние. Когда у нас болит зуб, и вдруг это ночью случается, мы так томимся, мы смотрим на время, оно не движется. Быстрее бы утро, там пойду к врачу, пусть хоть пассатижем его выдернет оттуда, он так меня боль только доставляет. Или в детстве у нас семья была большая, у моего отца 12 детей, 11 мальчишек и одна девочка. Такое соотношение. Ну, правда, мальчики умирали, там трое братиков похоронили. Ну, отец вовремя нас наказывал. Это у него была такая практика. Вот, я часто на семейных об этом рассказываю. Но он не только ремнем наказывал, ремень на своем месте. Вот, у него было другое наказание, сидячий арест. Он сажал на табуретку и обязательно перед нами ставил часы. Вот, стоит циферблатик, показывает, вот эта стрелочка, вот, опа, сюда вот отойдет. Всего-то полчаса, и ты будешь свободен. И когда мы смотрели на эти часы, а как не смотреть? Надо, чтобы они побыстрее закончились. Это было такое томительное время. Но почему часы остановились? Папа, они же не идут. Ну, давай их послушаем. Скорее всего, они не идут. Они сломались, там, проверить надо. Друзья, все потому, что неприятное время провождения и часы перед глазами. И они обязательно будут стоять. Братья и сестры, я все это к тому говорю, что шесть часов надо было висеть на кресте. Шесть часов мучений, шесть часов страданий. И я скажу, по жизни это самый медленный процесс. Мы удивляемся, Господи, почему ты медлишь на мою молитву ответить? А почему отец смотрел на сына и тоже медлил? Перед этим он попросил, может быть, можно чашу мимо меня пронести? Может быть, можно. Друзья, если бы он пошел на это, сын Божий, то мы с вами обречены были бы на погибель. Не было бы смысла нашим собраниям, нам не надо было бы проповедовать. Впереди была бы самая плохая перспектива. Но, опять же, я еще раз хочу это повторить. Если для моего искупления нужно было смерть сына Божьего, Бог этого смотрел, почему это не ускорить? Почему это не сделать моментальным? Почему это не сделать быстрым? Шесть часов страшных мучений. Плюс к этому, в это время вся толпа стояла, надмивалась, изрыгала всякие проклятия, вот уповал на Бога, пусть он его избавит. Вот чем только вот самые обидные слова, какие можно было произнести, самые черные, вот там все были сказаны возле этого креста. Братья и сестры, тогда, когда мы в своей жизни испытываем вот это медление, и оно у нас тяготит, всегда вспоминайте вот этот процесс. Вот этого страдальца, который опускался вниз, делал вдох, по кресту поднимался вот своей спиной вдоль креста, делал выдох. Плюс еще к этому весь воздух из легких не уходил. И вот то, что оставалось там в нижних вот этих частях, вот это был углекислый газ. Он тоже всасывался в кровь, и он давал всем мышцам сильные судороги. То есть все тело страдало. Шесть часов этих мучений. Братья и сестры, я однозначно понимаю, тогда, когда мы входим в такие вот трудности свои, или идем на свою Голгофу, мы должны обязательно об этом помнить. И, как вначале мы прочитали, должно всегда молиться и не унывать. Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь? Вы заметьте, вот этот процесс, он тоже должен быть нам знаком. Я много лет ездил на старенькой машине. Меня переселили из Тамбова, где я рос в своей семье, в Волгоградскую область. Это были 90-е годы. Я выезжал из дома, старенький мусик, и там всегда что-то не работало. Что-то там гремело сзади, что-то там как-то плохо работало. И я начинал дорогу с молитвой. Я садился за руль, и я, знаете, не мог отвлечься, я не мог расслабиться. Я ехал и молился. Господи, благослови подшипники, там что-то не гудят. Благослови коробку, она там что-то тоже подхрюкивает. Благослови там, значит, чтобы соляра не замерзла. В мороз она имеет способность загустевать. И вот 600 километров, друзья, я километры за километром проходил с молитвой. Вы меня, может быть, пожалеете, скажете, вот бедный брат, надо же, никто хорошую машину не давал. Друзья, ну я приезжал все равно. Девять часов, и я был дома в Камышине. И я удивлялся, какая духовная бодрость, какая радость. За эти девять часов я успевал уставать, если машина хорошая. Но эти девять часов меня не утомляли, если машина была плохая. Я эти девять часов проводил в молитве. В молитве. И это не была вынуждена молитва. У нас недавно было такое общение для подростков, мы сделали, и там брат один такую анкетку придумал. Сколько времени вы проводите в молитве? И там были такие подборочки. От пяти минут до десяти. Вот проверь себя и галочку поставь. От десяти минут до двадцати. Тоже можно галочку поставить. От двадцати до тридцати. Ну и потом больше. Ну и я представляю, друзья, мы же разумные люди. Вот встать на колени, вот стоять десять минут. Много-то или мало? Кому как, правильно, я бы так сказал. Ну что интересно, надо одним глазом тогда на часы смотреть. Вот придется отчиться об этих десяти минутах. Вот как-то же надо их наполнить. И вот идет наполнение всякими нуждами, проблемами там. Ах, а вот уже восемь минут. Ну еще продолжу чуть-чуть, чтобы в десять минут уложиться. Да, друзья, я чуть-чуть с иронией-то говорю. Но дело в том, что вот эта молитва, она искусственная. Она вынужденная. Понимаете, меня заставляет десять минут стоять. Но представьте себе, когда молитва естественная. Естественная. Во-первых, в молитве должно быть благодарение Богу. Всегда. Благодарение Богу. У нас на первом месте нужды. А там должно быть исповедание. Отче наш, сущий на небесах. И вы знаете, как хорошо, когда молитва естественна. Она идет от сердца. Когда мы вспоминаем подвиг Христа, у нас найдутся слова, чтобы мы поблагодарили Бога. Когда у нас в молитве есть забота о церкви или о братстве, там, миссионерские поля, там, где-то дома разрушают. Друзья мои, вот эта молитва, она настоящая. И она не будет утомлять. Друзья мои, а когда нужды? Мне приходится часто в семьях бывать, ну, как служителю, беседовать. Я встречаюсь с разными нуждами. И я говорю, ответ на любую нужду – встать на колени. А сколько надо встать? Я говорю, сколько надо, столько становись. Может быть, пять раз в день. А может быть, десять. А может быть, даже двадцать. У меня были такие тесные обстоятельства, но у меня жена цветы любит, я ей тепличку построил в огороде, вот она их там выращивает. Но эта тепличка для меня была местом молитвы. Я туда приходил, как только сердце сжималось от переживаний, я сразу туда. Там коврик лежит, я на колени. И вы знаете, друзья, тоже медленный процесс. Бог не отвечал там сразу. С неба там ничего не падало. Но я вставал утешенный. И я потом понял, Господи, Ты меня учишь молиться. Как служитель я обязан людей этому учить. Я должен им объяснять эти вещи. Но если я сам это не пройду, вряд ли в моих словах будет сила. Там, скорее всего, будет одна теория. Я на кого-то ссылаться буду, какие-нибудь примеры приводить. А вот когда в своей жизни это пережито, это совершенно другое. Второе, что я заметил, друзья, что в молитве надо всегда Бога благодарить. Бога благодарить принципиально, друзья. Даже если мы на сегодня еще ничего не получили. Уже то, что мы имеем во Христе, это повод всегда Бога благодарить. И вы знаете, насколько больше благодати, когда люди знают о нашей нужде, о наших болезнях, переживаниях, но они слышат молитву благодарности. Это благодатная молитва, друзья. Она и вас будет поддерживать, и людям это будет хорошее назидание. Поэтому да поможет нам Господь. Об этом, друзья, можно отдельно говорить, как о молитве. Но вот этот текст, он пусть всегда будет перед глазами. Я тоже это рекомендую, потому что можно тексты вешать на двери, допустим, на выходной. Представьте себе, вы выходите на улицу, написано, должно всегда молиться, и не унывать. Ваша мысль сразу загорится этим таким вот предложением со стороны Господа. Молиться, всегда молиться, везде молиться. Поэтому, друзья, да поможет нам Господь. Там, где мы видим, чувствуем, понимаем, что Бог медлит, в этом тоже есть его смысл. Это процесс воспитания. Жизнь наша все равно короткая. Проследите вот на линейке жизни, где вы находитесь. 70 лет. Кто-то уже перешел эту черту, в долг живет, кто-то рядышком там подходит, друзья, а потом открывается вечность. Если мы что-то получили на земле, оно здесь останется. Но опыт молитвы, опыт общения с Богом, самый-самый ценный опыт. Поэтому да поможет нам Господь. Помолимся, слава за все ему. Аминь.